Землеподобная планета TOI-700D. Насколько она пригодна для жизни? В 2018 году NASA отправила в космос телескоп Transceding Exoplanet Survey Satellite, или сокращенно TESS. В русскоязычных СМИ его называют просто «Охотник за экзопланетами». Орбитальная обсерватория ищет небольшие каменистые миры и газовые гиганты вокруг карликовых звезд, используя метод транзитной фотометрии. Приборы телескопа отслеживают небольшие изменения в блеске звезды, и на основе этих данных специалисты могут узнать, обращается ли ли вокруг светила планета. Согласно сайту NASA, за три года работы на орбите TESS обнаружил 4708 кандидатов в экзопланеты. 173 из них получили подтверждение. Самым любопытным миром, подтвержденным учеными, можно считать планету TOI-700D, о которой 6 января 2020 года на 235 заседании Американского астрономического сообщества American Astronomical Society в Гонолулу рассказали представители агентств. Вот что на пресс-конференции в январе 2020 года сообщила участник миссии TESS, аспирант Чикагского университета Эмили Гилберт. Мы открыли три экзопланеты, которые вращаются вокруг красного карлика TOI-700. Все тела находятся в созвездии Золотой Рыбы на расстоянии 100 световых лет от Земли. Один из этих миров очень напоминает Землю и расположен в зоне обитаемости. После сообщений о TOI-700D русскоязычные интернет-издания начали выпускать статьи с громкими заголовками «Обнаружена копия Земли», «Нашли пригодную для жизни планету» и так далее. Разберемся, насколько заголовки соответствуют реальности, действительно ли TOI-700D похожа на Землю и пригодна ли она вообще для жизни в целом. Итак, про звезду TOI-700. Также она известна под обозначением 2MAS J06282325-6534456. Эта звезда расположена в созвездии Золотой Рыбы всего в 3 градусах от южного полюса Эклиптики, который находится в этом же созвездии. Видимая звездная величина этой звезды составляет 13,1, расстояние до Земли – 101,4 световых лет. TOI-700 несколько раз попадала в поле зрения телескопов. Первоначально астрономы ошибочно отнесли ее к солнцеподобным звездам. В одной из версий каталогов входных данных ТЭС ее пометили как ТИК 150428135. Чуть позже наблюдения с помощью широкополосных фотометрических систем, используемых для измерения потока электромагнитного излучения астрономических тел, показали, что TOI-700 намного меньше звезды спектрального класса М2, то есть является красным карликом. Дальнейшие исследования спектра излучения TOI-700, которые проводились спектрографом Гудман на 4,1-метровом южном астрофизическом исследовательском телескопе Суар в Чили, позволили уточнить спектральный класс TOI-700. Оказалось, что это звезда типа М2ВИ. Эмили Гилберт вместе с другими астрономами получила 2500 архивных фотометрических измерений, выполненных 20 роботизированными телескопами в рамках программы автоматического поиска сверхновых – Assassin's – и обнаружила периодические колебания яркости TOI-700. Амплитуда этих колебаний составила 1,26% от среднего значения. Эти данные помогли астрономам вычислить период обращения звезды вокруг своей оси, который составил примерно 54 плюс-минус 0,8 суток. Для сравнения, период обращения Солнца вокруг своей оси равен 25,34 суток на его экваторе и почти 38 суткам вблизи полюсов. Довольно длительный период обращения вокруг своей оси и отсутствия мощных вспышек ультрафиолетового излучения, низкая звездная активность – все это указывает на то, что TOI-700 – немолодое светило. Астрономы считают, что возраст этого красного карлика не менее полутора миллиарда лет. Весь собранный материал об этой звезде говорит о том, что эта звезда имеет массу и радиус около 40% от массы и радиуса Солнца, температуру чуть меньше 50% от солнечной. Далее вы видите дополнительную информацию о красном карлике на своих экранах. Поиск экзопланет. В отличие от телескопа Кеплер, который работал в космосе с 2009 по 2013 годы, обсерватория ТЭС наблюдает не за одним участком неба, а за разными областями космоса. Правда, астрономические объекты ТЭС изучают на куда меньшем расстоянии, чем Кеплер, на удалении всего 200 световых лет. Кеплер же мог вести наблюдение на удаление до 3000 световых лет. После развертывания в космосе в 2018 году обсерватория совершила маневр и перешла на рабочую орбиту с перигеем 108 тысяч километров и апогеем 375 тысяч километров. Космический аппарат вращается на орбите, которая никогда ранее не использовалась в подобных миссиях. Эллиптическая орбита обсерватории составляет ровно половину орбитального периода Луны, а это означает, что ТЭС делает полный оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Зона наблюдения телескопа поделена на 26 секторов размером 26 на 94 градусов. Каждый сектор аппарат изучает как минимум 27 дней. Из-за того, что некоторые сектора накладываются друг на друга, отдельные участки неба ТЭС исследуют значительно дольше, до 351 дня для областей вокруг полюсов эклиптики. Забегая немного вперед, можно сказать, что наблюдение за звездой ТОИ-700 и ее тремя планетами, которые расположены в 3 градусах от южного полюса эклиптики, телескоп вел с июля 2018 года по август 2019 года. Обсерватория исследует космос при помощи 4 камер с ПЗС-матрицами. Каждая такая камера имеет детектор с разрешением 16,8 мегапикселя, или поле зрения 24 на 24 градуса. Аппаратура позволяет наблюдать за планетами, которые находятся близко к своим звездам. Первую часть работы ТЭС завершил в июне 2020 года. Предполагается, что за 2 года наблюдений телескоп просканирует 85% площади неба. За это время космическая обсерватория изучит южную полусферу, а в июне приступит к обозрению северной. Еще до того, как ТЭС был введен на орбиту, команда ученых сообщила, что по всем расчетам телескоп должен будет открыть от 500 до 1000 земель и суперземель, и около 20 суперземель в потенциально пригодной для жизни зоне. Как мы говорили ранее, на 2021 год обсерватория уже обнаружила 4708 кандидатов в экзопланеты, и 173 из них были подтвердены. Наибольший интерес вызывает три мира вокруг звезды. Это ТОИ-700Б, ТОИ-700С и ТОИ-700Д. С периодом обращения вокруг светила 9,98, 16,05 и 37,43 суток соответственно. Все три планеты были открыты в 2019 году. ТОИ-700Б и ТОИ-700С в ходе исследования 5 секторов, а ТОИ-700Д после исследования 8 секторов. Как подтвердили экзопланеты? В 2019 году, когда стало известно, что вокруг ТОИ-700 могут вращаться экзопланеты, ученые провели дополнительный анализ звезды. Специалистам необходимо было убедиться, что блеск красного карлика не ложный. То есть его создают не соседние звезды, а именно планеты, проходящие по диску ТОИ-700. Новые изображения получены с использованием Кассегреновского рефлектора 8,1 метра Зорро телескопа Джемини на Гавайях и спектр камер телескопа Суар показали, что вблизи ТОИ-700 на расстоянии чуть более 70 миллионов километров, что составляет 0,54 астрономических единиц, нет никаких признаков других светил, которые создавали бы ложный блеск. Наблюдения наземными аппаратами и фотометрическими данными ТЭС подтвердили, что блеск ТОИ-700 меняется из-за небольших объектов, находящихся вблизи звезды. Команда ученых во главе с Джозефом Родригесом из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов обратилась к НАСА с просьбой направить телескоп Спицер в сторону красного карлика, чтобы подтвердить усветило наличие планеты в зоне обитаемости ТОИ-700D. Зону обитаемости ученые называют расстояние от родительской звезды, на котором планета получает такое количество тепла, что вода на ее поверхности не превращается в лед, а существует в жидком состоянии. Спицер начал 9-часовой сеанс наблюдения красного карлика в октябре 2019 года. Исследование велось инфракрасной камерой Infrared RA Camera на длине волны 4,5 микрометра. Спицер собрал данные, которые указывали на то, что ТОИ-700D – это планета, а также окончательно опроверг то, что светимость звезды создают сторонние объекты. Все известные характеристики трех миров, вращающихся вокруг красного карлика, вы видите сейчас на экране. Потенциально обитаемый мир. Итак, какова же вероятность, что все три мира – ТОИ-700B, ТОИ-700C и ТОИ-700D – могут быть пригодны для жизни? Любая оценка планеты земного типа требует наличия огромного количества данных о ней. Необходимо знать о свойствах этого тела, химическом составе атмосферы, вращении, эволюции ее летучих веществ. К сожалению, ученые такой научной роскошью не обладают. На ранних этапах наблюдений за экзопланетой им доступно куда меньше информации. В период обращения планеты вокруг своей звезды, приблизительный размер или масса тела, некоторые важные свойства его осветило. Ученые знают, как развивалась жизнь на Земле на протяжении миллиардов лет, как физика, биология, химия влияли на этот процесс. Специалисты используют эти знания, чтобы сравнивать экзопланеты с Землей и определять, являются ли эти миры потенциально пригодными для людей. Под пригодными ученые чаще всего понимают тела с такими условиями на поверхности, при которых могут существовать жидкая вода – один из главных компонентов жизни, именно той жизни, которая нам известна. Здесь стоит оговориться, в космосе могут существовать планеты со средой, очень отличной от земной, но способной поддерживать жизнь. Такие объекты будут не похожи на Землю. Чтобы определить потенциальную обитаемость экзопланет, вращающихся вокруг 100 и 700, необходимо понять, к какому типу миров они относятся. Каменистые ли это планеты, подобные Земле? Их часто называют еще суперземлями, или мини-нептуны – нечто среднее между газовыми гигантами и землеподобными планетами. Такие объекты богаты летучими веществами. Если знать радиус и массу экзопланеты, можно рассчитать ее среднюю плотность, что в свою очередь поможет узнать ее объемный состав. Хотя ученые вычислили радиус экзопланет, вращающихся вокруг той 700, высчитать их массы оказалось не так-то просто. Той 700 – сложная планетарная система. Все три экзопланеты здесь гравитационно взаимодействуют друг с другом, что постоянно изменяет время их транзита. Это особенно характерно для миров той 700b и той 700c, которые вращаются в резонансе 8 к 5. 8 оборотов совершает той 700b вокруг звезды, что соответствует по времени 5 оборотам той 700c вокруг светила. Чтобы определить массу всех трех планет, Гилберт и его команда использовали метод вариации времени транзитов. Этот метод позволяет измерить массу тел в системе из нескольких планет, наблюдая за изменениями их орбит под действием гравитации. Время прохождения каждой планеты перед родительским светилом изменяется, поскольку другие планеты либо подталкивают ее вперед, либо тянут назад. Если измерить последствия гравитационной силы, исходящей от планеты, можно вычислить их массу объекта. Из-за малого числа транзитов планет, которые ТЭС наблюдал в течение года, ученые смогли сделать лишь грубые расчеты. На основании рассчитанных масс и радиус, Ученые предполагают, что самая большая экзопланета ТОИ-700С имеет плотность в 1,9 раза большую, чем у воды, что говорит о присутствии там летучих веществ. Астрономы заключили, что ТОИ-700С – мини-Нептун с водородно-гелиевой атмосферой. Чтобы узнать плотность меньших экзопланет ТОИ-700Б и ТОИ-700Д, необходимо провести дополнительный анализ по времени он может занять до года. Все данные, которыми сейчас располагают специалисты, указывают на то, что в системе ТОИ-700 больше нет планет крупнее ТОИ-700С, гравитационно взаимодействующих с тремя известными мирами. Гилберт и его команда использовали программу Forecaster, чтобы получить более точный диапазон масс трех экзопланет. Вот какие результаты предоставила программа. Компьютерное моделирование с использованием диапазонов этих масс показывает, что ТОИ-700 остается стабильной в течение длительного периода времени. То есть размеры планет не меняются сотни миллионов лет. Расчеты программы также показывают, что ТОИ-700Б и ТОИ-700Д могут быть скалистыми мирами, очень похожими на Землю. Ученые предполагают, что из-за близости к светилу и сильного гравитационного воздействия на эти три планеты, все три планеты находятся в приливном захвате, то есть всегда повернуты к своей звезде одной стороной. Зона обитаемости. Еще один важный критерий, который можно использовать для определения того, является ли планета потенциально пригодной для жизни, это количество энергии, получаемой от родительской звезды. В 2013 году астрофизик Рави Коппарапу опубликовал статью, в которой подробно рассказал о свойствах зоны обитаемости. По мнению исследователя, планета, расположенная ближе к светилу, чем внутренняя граница обитаемой зоны, будет сильно нагреваться его излучением. В результате вода с поверхности тела просто испарится. В 2017 году Коппарапу опубликовал еще одну научную работу. В статье он представил последние данные о том, что парниковые газы передают и поглощают инфракрасное излучение. В своем труде ученый предположил, что химические изменения в структуре атмосфер экзопланет размером с Землю, в результате которых вода испаряется, могут использовать при СЭФ, равном около 1,30, то есть расстояние 0,1-0,24 астрономических единиц. Когда планета теряет воду, карбонатно-силикатный цикл, который работает как термостат, разрушается, позволяя СО2 накапливаться в атмосфере. Это приводит к появлению адской теплицы, которую ученые наблюдают сегодня на Венере. Утверждает в своей работе Коппарапу. Ученые считают, что ТОИ-700Б и ТОИ-700С имеют значение СЭФ 5,0 и 2,7 соответственно. То есть эти планеты находятся за пределами внутренней границы зоны обитаемости. Астрономы говорят, что ТОИ-700Б, возможно, сохранила атмосферу и, вероятно, будет представлять собой более крупную горячую версию Венера. Учитывая низкую плотность ТОИ-700С, что исключает наличие там земного состава, эта планета, скорее всего, очень теплый мини-Нептун с горячей и плотной атмосферой, в которой преобладает водород, гелий и экзотический лед, существующий только при высоких температурах и давлениях. Даже если у этого мира есть спутник размером с Землю, при таком раскладе он все равно не будет пригоден для жизни. Скорее всего, он будет напоминать Венеру. Ситуация СТОИ-700Д более радужная. Астрономы считают, что значение СЭФ для этой планеты может быть в районе 0,86 плюс-минус 0,15. Космическое тело находится во внутренней границе зоны обитаемости. Астроном Гэбриэл Суиса из Центральных космических полетов Говарда-Насса получила 20 климатических моделей, чтобы вычислить приблизительную температуру на поверхности планеты и понять, могут ли условия ТОИ-700Д быть пригодными для жизни. Суиса рассматривала лишь два типа моделей поверхности планет. С океаном глубиной 50 метров и пустынные без воды. В анализ ученые включила и три вида атмосфер с разным давлением и химическим составом. Атмосферу современной Земли, где преобладает азот, а также содержание углекислого газа и метана, по объему составляет 400,1,7 миллионных долей. Архейскую, где содержание углекислого газа и метана было выше, чем сейчас, что согревало нашу планету, когда Солнце было моложе и тусклее. И древнюю марсианскую, в которой доминировал, как считается, углекислый газ. Исследователи исключили из анализа кислород, поскольку в отличие от парниковых газов, он слабо влияет на температуру поверхности планеты. Давление на планетах варьировалось от 0,5 до 10 атмосфер. Специалист пришла к выводу, что средняя температура на ТОИ-700Д с водой на поверхности может варьироваться от минус 36,5 до плюс 91,1 градусов Цельсия. При условии парникового эффекта, средняя температура для всех водных миров составляет минус 13 градусов. В самом холодном случае, когда в атмосфере отсутствовал углекислый газ и доминировал азот, свободными от льда оставались лишь 24% поверхности планеты. И только тогда, когда светило находилось в зените. При сходных условиях температуры планета-пустынь оказалась примерно на 0,3 и 0,5 градуса ниже, чем планет океанов. Несмотря на то, что сухие миры технически непригодны для существования жизни, ученые все равно включили их в анализ. Так как они допускают существование полярных шапок или подповерхностных источников воды, которые могут создавать слабые гидрологические циклы. Наше исследование показывает, что ТОИ-700Д может поддерживать умеренный климат, а атмосфера планеты может обладать разнообразным химическим составом, заключает Суиса. На наш взгляд, на этой планете, возможно, имеются все необходимые условия для жизни. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ТОИ-700Д копией Земли, конечно, не стоит. И ученых нет всех данных, которые позволили бы так считать. Лучше говорить об этом мире, как о потенциально пригодном для жизни. Это больше соответствует действительности. Будущее. Ученые и дальше продолжат наблюдать за системой ТОИ-700, что позволит уточнить размеры этих экзопланет, а также понять их орбиты. ТОИ-700 – одна из главных целей для будущих спектроскопических исследований, которые позволят изучить атмосферу и состав всех трех планет. Расчеты, проведенные учеными, и климатические модели показали, что потенциально пригодный для жизни мир ТОИ-700Д космический телескоп Джеймса Уэба, к сожалению, изучить не сможет, потому что приборы обсерватории не просканируют атмосферу этой планеты. Хотя для изучения ТОИ-700Д потребуются новые, более чувствительные инструменты, которые появятся лишь со временем, объект ТОИ-700Д наравне с планетами системы Трепест-1 будет оставаться одним из лучших кандидатов на мир, пригодный для жизни. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!